Девушки отдыхают Как мы праздновали, отрывались, давайте напрямую, как мы отрывались, мы, Красноярцы, отрывались в этом году, правильно, хорошо, на всю, на полную... Итоги 2017 года. Ну как бы да, да-да. Ну если говорить с точки зрения того, что происходило в клубной индустрии, в барной индустрии, у нас, конечно, город безумно мощный, потому что в силу специфики того, что я постоянно присутствую в разных городах, клубах, барах, ресторанах, есть возможность сравнивать определенные картинки, которые мне приходится увидеть, да, и Красноярск, он, я скажу, что, наверное, В моем списке он третий после Питера и Москвы, это реально так, потому что там мы точно обгоняем Екатеринбург, точно обгоняем Новосибирск, я сейчас обычно не в чем смысл. В программах, в предложениях, в ивентах, которые проводятся на третьих заведениях, в открытиях, в концерте... Ну, я бы, наверное, обобщал, потому что ночная жизнь у нас, конечно, может, наверное, уступает, там, Питеру и Москве, да, в силу специфики присутствия, все-таки мы дальше находимся. Ну, сама такая концептуальная идея каждого заведения, там, от названия до идеи, очень мощная, поэтому я думаю, что 17-й год, он еще больше сделал такой рывок в этом смысле, и мы тоже к этому приложили свою руку, потому что открыли бар-фирма, и который тоже свою какую-то определенную нишу занял. Поэтому, подводя итоги, я скажу, что самое главное, что он на это реагирует, значит, это получается правильным образом донести, а это очень сложно с точки зрения профессиональной оценки, это сложно, так называемый продакшн, как сделать так, чтобы люди тебе поверили, и более того, поверили наперед. Ну, получилось у многих заведений, у многих специалистов нашего города, это прям почетно. Мы практически впереди планеты всей. И почему это принципиально важно? Тут только командная игра нужна, чтобы, скажем, такой какой-то культурный пласт некого потребителя создать, который вот будет все это кушать, смотреть, в это верить. Таким образом, скажем так, и культура, времяпрепровождение будет меняться в лучшую сторону. Она все короче и короче между, например, театром и посещением какого-либо после этого ресторана. Ой, все одно, другое тянет, в общем-то. Конечно, так и должно быть. Корпоративы, я не знаю, имею я право вот говорить это слово вот вам, человеку, который, наверное, от них сейчас уже совсем устал, но какие-то новинки, нет, какие-то новиночки, я не знаю, в корпоративах, какие-то... Есть тенденции, я понял, с чем смысл вопроса. Есть тенденции, я не знаю, с чем это связано, может быть какая-то... Ну, вообще есть такое выражение, в свое время один специалист тоже в нашей индустрии мне об этом сказал, креатив начинается тогда, когда заканчиваются деньги. И вот в этом году, наверное, частично это себя проявило, потому что многие компании выбирают такой домашний, квартирный формат празднования. Это немного уменьшает бюджет, потому что, ну, не нужно там каких-то бразильских танцоров везти, откуда-то там с конца света. Да, 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 да. Это очень дорого. И, ну, при этом работа для организатора, она совсем становится другой, она становится более углубленной, сложной, нужно копнуть в саму организацию, понять, как с ней вести весь диалог. То есть это такая уже стопроцентная, не просто какая-то картинка, на которую вы смотрите, да, имеется в виду, смотрит заказчик этого корпоратива, а это, скажем так, еще и идея, которую нужно тоже донести. И поэтому то, что происходит сейчас на рынке, я смотрю, по крайней мере, по конкретным ивентам организациям, конкретным местам проведения, это тоже тенденция, которая в этом году себя проявила. Ну, вот как пример, что вы такого придумали у себя в фирме? Мы придумали концепт, который называется, ну, скажем, под каждое, конечно, мероприятие мы его подгоняем, но концепт новогоднего квартирника, ну, это сейчас бы условно непосредственно местом, потому что наше место очень уютно, в нем много деталей. Это похоже на большую квартиру, и именно поэтому мы решили, скажем, от этого отталкиваться, потому что, когда тебя уже окружает дерево, кирпич, какие-то детали, делать космическую одессию не очень получится. Ну, вот, собственно, Эльдар Мухамедзианов, человек, который придумал что-то необычное и говорит, что квартирники в моде, и говорит, что Красноярск впереди планеты всей, и поздравляет с Новым годом, просто вот уже времени совершенно нет, но поздравляете. Поздравляю всех с Новым годом, с наступающим Новым годом, желаю в этом году как можно больше созидать. Вот. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо.